Эта малышка Динара Ажамбекова родилась в 2016 году вместе со своей сестрой. Тогда во время первичного обследования врачам стало ясно, девочки нездоровы. У обеих страшные тяжелые диагнозы ДЦП и гидроцефалия. Но в отличие от сестры, забрать домой Динару родители не смогли. Денег для покупки необходимого медицинского оборудования у них просто не было. Поэтому дочим пришлось оставить в больнице. Она нуждалась в искусственной вентиляции легких с рождения, на которых беспрерывно находилась первые два месяца жизни. Затем у нее присоединились еще некоторые проблемы. Она была перенаправлена в ДРКБ, где было проведено несколько операций на головном мозге. И был установлен вентрикулоперитениальный шунт для этого ребенка с диагнозом гидроцефалия. Как только состояние Динары пришло в норму, ее перевезли в республиканский дом малютки. И вот уже 4 года она живет здесь. С тех пор болезнь ее прогрессировала. У малышки, кроме гидроцефалии, поражений и поликистоз головного мозга. На момент съемки, кстати, малышка не спит. Дать знать нам об этом она может только редкими малозаметными движениями. Каждая из них дается ей тяжело. Об этом уже свидетельствуют приборы в ее кровати. С самого рождения Динара подключена сразу к нескольким системам жизнеобеспечения. Одна из них, и самая, наверное, главная, это кислородный концентратор. Он помогает малютке дышать. Кроме того, также есть электроотсос, который убирает лишнюю слизь из ее дыхательных путей. Но это еще не все. Также ей нужна постоянная ингаляция и специальная пища, которую подают прямо в желудок. Сейчас семья готова забрать дочку домой. Необходимы только условия. Это обойдется в 420 тысяч рублей. Нужны приборы, ингалятор и питание. Помочь наполнить жизнь девочке не только больничными стенами, но и заботой и опекой мамы и папы. Можем мы с вами. Отправив СМС условным «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как нести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Росфонда. Лошакеев Сергей Павлухин. Вести. Татарстан.